Уважаемые коллеги, я бы хотел затронуть очень такую узкую тематику. Это функциональный результат эндопротезирования плечевого сустава. Ну вот, это снимок с высоты птичьего полета в наш научный центр. Он на сегодняшний день является национальным центром клиника Мишалкина, которая включает в себя огромное количество подразделений. В основном это кардиохирургический, кардиологический профиль. Но на сегодняшний день с 2010 года клиника прирастает в онкологии и нейрохирургии. Итак, возвращаясь к теме, основные моменты. Хирургическое лечение опухоли проксимального плеча состоит из трех этапов. Это резекционный этап, широкое удаление опухоли. Второй этап – это замещение костного дефекта. И третий этап – это восстановление капсулы сустава, перемещение точек крепления мышц и замещение покровных тканей. На сегодняшний день мы пользуемся хирургической классификацией для определения типа резекции, представленного на этом слайде. Наиболее частый тип, который мы используем в своей практике, это тип 1, type 1. Это процедура, которая выполняется при внутрисуставной резекции проксимального отдела плечевой кости. Это low-grade саркомы, high-grade саркомы и костный метастаз. Речь идет, конечно же, о поражении только лишь плечевой кости. Итак, для того, чтобы нам рассчитать и предположить тот функциональный результат, который мы можем получить в результате хирургического лечения, мы должны, конечно же, вернуться к истокам и немножко поговорить о плечевом суставе, о его особенностях. Итак, плечевой сустав имеет следующие особенности. Это обеспечение движений в трех плоскостях и обеспечение, помимо этого, круговых движений. Это обусловлено тем, что сустав имеет особое анатомическое строение, которое заключается в следующем. Сустав представляется сферическим, сферическая головка плечевой кости и глиноидальная поверхность, которая практически соответствует головке плечевой кости на одну треть. И мы отмечаем то, что здесь нет соответствия поверхностей. Стабильность сустава осуществляется за счет мышц, которые формируют ротационную манжету. В эту группу входят четыре мышцы основных. Это мышцы надосная, подосная, круглая мышца и мышца подлопаточная. Все эти четыре мышцы образуют ротационную манжету, которая, в общем-то, отвечает за стабильность сустава и отвечает за движение в суставе. Помимо этого, за стабильность сустава отвечает и достаточно хорошо выраженная капсула сустава и суставная губа. Это хрящевое образование. При планировании операции и при планировании резекции мы должны помнить о такой важной структуре, как акселярный нерв. Акселярный нерв принимает участие в иннервации дельтовидной мышцы, которая, в свою очередь, ответственна за три разнонаправленных движения. Это отведение руки, сгибание в плечевом суставе и разгибание. На сегодняшний день мы имеем возможность работать с двумя основными типами эндопротезов. Это анатомический эндопротез и реверсивный. Анатомический эндопротез, его использование на сегодняшний день оправдано в тех случаях, когда мы говорим о целостности ротационной манжеты, когда мы говорим о минимальной потере костной ткани и о минимальной потере окружающих тканей. В этом случае мы можем рассчитывать на определенный функционал, который удовлетворит и пациента, и доктор. Во всех остальных случаях, и особенно, конечно же, мы говорим о онкоортопедических ситуациях, мы подразумеваем, что резекция кости приводит к тому, что мы получаем утрату окружающих тканей, и в частности, нарушение целостности ротационной манжеты. Так вот, реверсивный протез, суть которого заключается в том, что поверхности меняются, головка сустава, она перемещается в позицию лопатки, а впадина суставная в позицию плечевой кости. Так вот, такая схема повышает стабильность, увеличивает амплитуду движений за счет снижения центра ротации и перераспределения векторов тяги. Прежде всего, эти схемы были отработаны, конечно же, на ортопедических пациентах, на ортопедических ситуациях, но они нашли достаточно хорошее применение и в онкоортопедии. Следующий этап – это восстановление капсулы сустава и точек крепления мышц. На сегодняшний день реконструкция проксимального плеча немыслимо без использования специальных тканевых имплантов, которые позволяют выполнять роль, я бы так сказал, надкосницы. К этим тканевым имплантам во время операции производится фиксация мышечных образований и в последующем путем прорастания в эти структуры происходит уже вторичная фиксация с формированием стабильности плечевого сустава. В литературе встретились нам следующие позиции нецелевого использования сосудистых протезов гортекс на левом снимке, но с успехом используемой. И классический вариант реконструктивного чехла это триверотюб, который на сегодняшний день используется при многих ситуациях, в основном это проксимальные отделы при протезировании длинных костей. Итак, я сразу же хочу окунуться в клинические примеры. Это использование реверсивного эндопротеза с удлиненной ножкой. Это ортопедическая конструкция. Мы ее применили у пациентки возраста 34 лет. Был установлен диагноз в ходе двух выполненных биопсий это метастаз рака почки, поражение проксимального метаэпифиза левого плеча и на рентгенограммах виден представляем здесь вид перед операцией и после выполнения реконструкции. И вот без лишних комментариев посмотрите, какую функцию мы получили после выполнения подобной операции. По шкале МСТС практически 100%. Сгибание до 180, отведение 180, наружная ротация 70, задняя ротация 95. Следующий клинический пример. Здесь мы уже использовали реверсивный модульный эндопротез. Пациентка 20 лет с центральной хондросаркома проксимального метаэпифиза плечевой кости. Этой пациентке была выполнена протяженная резекция проксимальной плечевой кости с эндопротезированием. На снимках представлены вид изоперационной. Это этапы установки эндопротеза. На правом снимке этап укрытия эндопротеза реконструкционным чехлом и подшивание мышц, формирование точек крепления. Вот макропрепарат, который мы удалили. Мы рассекли его в операционной. Протяженность по каналу составила порядка 110 мм. И отсутствие экстрасального компонента. И вот результат. Запустите видео, пожалуйста. Вот левое. Результат функциональный у этой пациентки. Также мы видим восстановление полной функции конечности. Общий срок наблюдения за этой пациенткой составляет 3 года 10 месяцев. Мы приближаемся к 4 годам. Так, и следующий слайд, пожалуйста. Далее. Далее. Но более интересные варианты нам представляются в тех случаях, когда мы говорим о большой утрате покровных тканей, большой утрате мышечных тканей, когда мы говорим о больших резекциях. Следующий клинический пример это пациентка 68 лет, пожилая дама, страдающая саркомом мягких тканей, верхней трети плеча. Этой пациентке выполнялось широкое сечение опухоли с лучевой терапией смешанного варианта. И у этой пациентки спустя год после проведенного комбинированного лечения было отмечено развитие патологического перелома. По всей видимости, мы здесь должны говорить, конечно же, о остеорадионекрозе после проведенной лучевой терапии. Но факт то, что этот перелом привел, конечно же, к функциональной потере значительной. И помимо этого, вот центральный снимок представлен, здесь видно нарушение целостности кожи отломком. То есть, по сути дела, перфорация кожи костным отломком. В этом случае, конечно же, мы говорим о несостоятельности костной ткани в плане восстановления целостности. здесь крайне сомнительна та ситуация, когда мы можем говорить о остеосинтезе эффективном. В то же время, замещение одномоментное на постоянный эндопротез здесь также невозможно, так как имеется нарушение целостности кожного покрова и инфицирование раны. Поэтому первым этапом была выполнена сегментарная резекция с установкой спейсера. И буквально через месяц благополучного течения и отрицательного бакпассива мы выполняем эндопротезирование с использованием модульной системы анатомической. Что происходит дальше? Дальше мы наблюдаем развитие нестабильности. Это все происходит на фоне того, что мы установили реконструкционный чехол. Мы надеялись на то, что он действительно сформирует очень хорошую новую капсулу. Но это не произошло. И мы вынуждены были пойти на ревизию. И что мы здесь обнаружили? Вот интересная находка. Это отсутствие, полное отсутствие врастания тканей в реконструкционный чехол. Вы посмотрите, он легко совершенно отделяется от окружающих тканей. Было удалено полностью установленная вот эта вот ткань и выполнена комбинированная пластика. В этом случае мы использовали как местные ткани с редукцией пространства перепротезного, так перемещенный торокодорзальный лоскут и местные ткани мы еще укрепили повторным использованием Trivera Cube, дабы выполнить те же самые собственно говоря условия, как при пластике грыжевых ворот. Что мы имеем на сегодняшний день? Посмотрите. Значит, головка плеча находится естественно, что в неправильном позиции относительно длины дальней впадины. В то же время у пациентки отсутствуют какие-либо болевые ощущения, пациентка может обслуживать себя и несмотря на то, что в плече нет активных движений, она работает кистью и работает локтевым суставом достаточно хорошо. Сама пациентка удовлетворена результатом. Но значит такой неэстетический вид, конечно же, конечностей нас сподвиг на размышления в плане того, что сделать, как сделать лучше. И все же мы остановились на том, что в этой ситуации с учетом того, что отсутствует достаточно полноценный мышечный корсет в этом месте. Здесь нет мышц, мы не рассчитываем здесь на появление каких-либо активных движений в плечевом суставе. Второй момент это ситуация, когда мы говорим о не первой ревизионной операции. И как сегодня Александр Куличик сказал о том, что каждая последующая ревизионная операция увеличивает риск осложнений в разы практически инфекционных в том числе. то здесь естественно, что выполнение реконструктивной операции будет сопряжено с риском осложнений. И еще один вопрос. Что здесь предпринять в отношении стабильности головки? Какой вариант здесь использовать? Я думаю, что здесь не будет эффекта от инверсионной системы, потому как мышечный корсет не в состоянии будет удержать в позиции эндопротез. Здесь будут сложности с установкой связанной конструкции и экономически это будет достаточно накладно. Поэтому в данном случае я считаю, что мы сделали правильный выбор, остановившись на данном результате. Таким образом подытоживая сказанное, я хочу сказать, что на сегодняшний день к реконструкции плечевого сустава нужно относиться очень ответственно. Это является сложной многокомпонентной задачей. И в то же время обладая теми знаниями, которые нам позволяют выполнять и планировать наши операции, теми знаниями, которые нам дают методы обследования, мы можем предполагать тот функционал, который мы получим после выполнения резекции и реконструкции. соответственно выбирать оптимальный вариант конструкции. Спасибо. Спасибо. большое за очень обстоятельный доклад. Пожалуйста, у кого будут вопросы? Пожалуйста. Спасибо, Александр Александрович, за интересный доклад. Это действительно проблема первичной ревизионной, в том числе эндопротезирования плечевого сустава. скажите, пожалуйста, вы не представили данные в плане осложнений. Были ли среди ваших пациентов такие осложнения, как вывих? Один пациент, сколько этих вывихов было? И решает ли проблему вывиха реверсивные системы, или эти системы направлены только на улучшение функциональных результатов в плане объема движений? Спасибо за вопрос. Я заведомо не стал утруждать свой доклад статистическими данными по нашему объему выборки. Она небольшая, я вам сразу скажу. Порядка 4-5 операций проходят в год подобного рода, то есть первичное протезирование при замещении проксимального плеча. я хотел показать здесь как раз наиболее наглядные примеры, которые, во-первых, демонстрируют возможности сегодняшнего эндопротезирования, то есть какой функционал мы можем получить при использовании современных систем. И второй момент, это те сложности, которые все равно остаются при обширных резекциях, при обширной потере мягких тканей. Поэтому здесь, конечно же, к использованию реверсивных систем нужно относиться очень сдержанно. То есть мы не можем рассчитывать на высокую стабильность при отсутствии мышечного футляра. Не можем рассчитывать никоим образом. Если нам удастся, допустим, использовать синтетическую ткань, которая восстановит целостность, то есть восстановит капсульный аппарат и будет адекватно стоять, прорастет хорошо. Хотя это сомнительно, когда мы говорим о второй, третьей операции. Так ведь трубцовые ткани не дают возможности хорошо прорастать в синтетический материал. То в этом случае, если мы достигаем такого эффекта, в этом случае, конечно, можем рассчитывать возможно на реверсивную конструкцию. Возможно. Но, тем не менее, еще раз говорю, что здесь нужно очень четко понимать, с чем мы имеем дело, с какой исходной ситуацией. И что мы можем ожидать от таких конструкций. Спасибо. Еще один вопрос. Ваш опыт. Вы затронули тему, как бороться с вывихом данной пациентки, нужно ли это делать, не нужно ли это делать. Ну и затронули такую тему, как использование связанной реверсивной системы. Такие системы выпускает, по-моему, единственная фирма Стенмар. мы не рискнули использовать эту систему, хотя очень хотелось бы попробовать, но ждем, наверное, опыта более, клиник, которые обладают более богатым опытом в этом деле. Пользуясь случаем, задаю вам вопрос, как вы считаете, не решение ли это проблемы вывихов и хороших функциональных результатов использования связанных систем. Спасибо. Отчасти да, но есть очень большая группа но. Если мы механически разберем ту зону, в которую мы планируем установить связанную систему, то здесь мы что видим? Мы видим очень маленькую площадку для установки глиноидального компонента, для установки ножки глиноидального компонента. В связи с этим любая нагрузка, которая будет приходиться на эту зону со стороны плеча, она будет естественно вырывающей, которая не удержит совершенно этот компонент. И это первый момент. Второй момент, опять же возвращаясь к тому, что я уже сказал, какой функционал мы ждем от этой ситуации. Естественно, что у этой конкретной пациентки последней я рассматривал вариант установки связанной конструкции. Мы обсуждали с импланкастом этот вариант. Они тоже могут сделать индивидуальный вариант. Но все же, когда я все-таки взвесил все за и против и пообщался с больной, насколько ей нужно это. Еще такой момент тоже важный. Все-таки я решил ничего не делать в этой ситуации. Ничего не делать. Поэтому здесь тоже важный момент, насколько хорошо будет стоять конструкцию. Если мы имеем дело с остеопорозной костью, что мы можем получить при длительном нефункционировании конечности, в том числе при фоновом состоянии, потере косной ткани, то здесь естественно такая конструкция будет обречена на неуспех. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Спасибо большое за доклад, очень интересный. Хотел спросить, у нас тоже есть опыт эндопрозирования плечевых суставов, но ни разу в жизни не сталкивались, когда именно чулок Трувера не фиброзируется. На вашем опыте это первая ситуация единичная или были похожие ситуации, когда не происходило фиброзирование чулка Трувера искусственной капсулой суставов. Так и не сталкивались. Хороший вопрос, на самом деле. Спасибо. То, что касается использования синтетических материалов для реконструкции капсулы и прочего, есть очень четкие позиции в отношении того, насколько целесообразно применять подобные девайсы при ревизионных операциях после санации инфекционных осложнений. Здесь есть установка такая, что применять ткневые вот эти чулки не следуют, так как они повышают опасность развития повторного инфекционного осложнения. Это первый момент. Второй момент. Вот уже на нашем опыте есть, по сути дела, такие наблюдения, не единичные, когда мы имеем действительно отсутствие интеграции чулка с тканями. И в основном, конечно же, это связано с использованием при ревизиях, при выполнении оперативного вмешательства по поводу вторичных процессов, которые произошли в месте, где была предшествующая операция. Поэтому здесь я считаю, что вопрос о материале, характеристиках реконструкционных материалов, которые мы используем, он остается открытым. У нас на сегодняшний день мы набираем опыт по использованию никелита титана для этих же самых целей. И, в принципе, интересные получаются данные. Мы будем сейчас и пообщать этот опыт. Он достаточно такой свежий. То есть, однозначно, что покрытие эндопротеза должно иметь тот слой, в который смогут врастать ткани. Потому что природа так задумана. Там нет пустот. Второй момент, то, что никелититановые конструкции, они, в общем-то, не обладают такой инородностью, что ли. Они более высокое срасток тканям имеют, высокая проницаемость, высокая, в общем-то, гигроскопичность и очень хорошая интегративность с окружающими тканями. И в том числе есть уже опыт по использованию вот этого материала при ревизионных операциях. Поэтому вот за этим я думаю, что будет определенный такой шаг дальнейший. Спасибо большое. Еще один вопрос появился. При ревизионных операциях после них используются какие-нибудь диализные системы вложа эндопротеза или дополнительные подстраховки, так сказать, чтобы помыть или достаточно консервативную антибиотикотерапию. Ну, здесь ситуация следующая. В принципе, диализ можно рассматривать, но, видите, когда мы идем на ревизию, когда мы идем уже на установку эндопротеза, то здесь мы должны все-таки быть уверены в том, что флора отрицательна, то есть посева нет, да, то есть, в принципе, мы идем на... в любом случае дополняться для подстраховки не нужно ставить, если нет показаний. Ну, в общем-то, нет, то есть, осуществляем дренирование, дренирование, так, и, значит, системная антибактериальная терапия. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопрос есть. Уважаемый Александр Александрович, у меня такой вопрос, вот то, что не прорастает синтетический чулок, это понятно, там у него свойства ткани такие, но есть и вторая сторона. Я заметила, что грануляции там тоже отсутствовали, может быть, это снижение репарации вследствие комбинированного лечения. Стимулировали ли вы репарацию? Если да, то как? И, учитывая, что это не первая операция, наверняка был остеопороз, профилактику остеопороза перед повторным протезированием делали? Ну, естественно, что отсутствие грануляции совершенно резонное замечание, это следствие того, что здесь была проведена лучевая терапия. Это следствие оперативных вмешательств, естественно, однозначно. Поэтому мы здесь не ожидаем такой репарации мощной. Другое дело то, что ограничение перепротезного пространства нужно всегда, нужно все равно добиваться этого. Другое дело, каким путем, либо мы полностью отказываемся от этого покрытия, которое будет имитировать надкосницу, либо мы изыскиваем какие-то варианты, которые в таких условиях будут работать. У меня надежда на то, что, в принципе, николититация сработает здесь. Второй вопрос относительно остеопороза. Профилактически мы здесь не использовали, на самом деле, потому что признаков нестабильности дистальной ножки эндопротеза не отмечается за весь период наблюдения. Болевого синдрома тоже у пациентки нет. В принципе, я думаю, что можно, конечно, рассматривать. А вообще ваш взгляд на профилактику остеопороза у больных с ревизионным эндопротезом нужно это делать? Нет, это актуально. Тема такая очень актуальная, потому что в ряде случаев встречаешься с тем, что кость несостоятельна практически. То есть это очень актуальный момент. Поэтому, конечно, надо рассматривать. Спасибо. Да, пожалуйста. Сформулирую так, чтобы именно суть уловить. Вы относительно вот этих точек фиксации используете, восстановление мышечных точек фиксации используете полимерный тюб, никелет титана непринципиально. С целью какой? Вы ассоциируете, что такое использование это улучшение функции или стабильности. Потому что реверсивный протез по идее был придуман для тех, у кого нет ротаторной манжеты. Соответственно, нет ни капсулы, ни она не функционирует, она ригидна. Реверсивный протез будет стабилен и функционален даже при отсутствии капсулы и при отсутствии всего остального. Соответственно, принципиально является точкой прикрепления дельтовидной мышцы на диафизе. Потому что при расширенных доступах и отсечении дельтовидной мышцы от окромной отключицы мы убираем опухоль, подшиваем все обратно, он также шикарно функционирует. Так вот, в этом как бы суть вопроса. Вы с чем ассоциируете? Вот мы используем полимерный тюб, не используем. То есть, я увидел отличнейший, шикарный результат при огромных дефектах. Может быть, есть смысл использовать его только относительно восстановления точки фиксации дельтовидной мышцы. и, собственно говоря, этого будет достаточно. А если речь идет о том, что мы используем однополисную головку, да, ну, для чего тогда, если такой шикарный результат? Только когда мы понимаем, что ничего не осталось и сходом все равно будет вывих, ну, каркасность руки, допустим, назовем это так. То есть, вот где граница? Потому что, насколько я понимаю, у нас тоже, ну, я думаю, что у всех примерно 6-7 операций в год примерно таких. И, когда их не было, этих полимерных тюбов, и мы делали реверс и не онкопротезированием, а ревизионными системами, подшивали мышцы к тому, что есть, к точкам фиксации на протезе, и была точно такая же функция. То есть, восстановление как таковой капсулы, мне кажется, на стабильность и функцию никак не влияет. Но это вот позиция нашего. Не знаю, какие-то есть комментарии, соображения по поводу, вообще, есть какая идея вот по этой локализации, кроме как восстановления именно точки прикрепления дельтовидной мышцы, используя полимерного тюба. Очень верное замечание, на самом деле, я благодарю за комментарий. Но я исхожу из того, прежде всего, вот я не зря показал анатомические вот эти вот изыски, которые, основы, вот, значит, то, как вот природа продумала здесь фиксацию ротаторной манжеты и точки, точки фиксации, да, и капсулы сустава. Вот. Я считаю, что если есть возможность выполнить, ну, приближенное вот к естественному такому положению, значит, восстановление, включая, действительно, сам сустав позиционированный, да, включая, значит, ткань, которая будет имитировать вот эти точки крепления, то есть она позволит врастать в них и позиционировать именно в этом положении. Я считаю, что это оправдано для выполнения, потому что то, что мы сейчас вот используем, это, значит, конструкция вот никелетитановая, она очень легкая, очень изящная и практически, ну, нет такого вот плюс, эффекта плюс ткани, как мы наблюдаем при вот реконструкционном чехле. То есть она гораздо менее деформирует эту зону, да. Вот. Но я соглашусь с вашим мнением, то есть тот опыт, который есть, действительно, он показывает, демонстрирует, что не всегда это, видимо, нужно. Вот. Я считаю, что здесь все же, все же, наверное, выполняя реконструкцию с помощью вот синтетических материалов, да, покровных вот этих вот тканей, я думаю, что здесь мы все-таки должны преследовать больше вот задачу стабильности, стабильности сустава, чтобы мы не имели вот вывихов в этом месте. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok